так всем привет в общем сегодня у нас все еще 25 марта 2024 года в челябинске закончился шестой тур чемпионата урфа в нем я играл белыми против богдана белякова съемала не план богдан неплохой мастер меня уже обыгрывал как-то в blitz то есть играть он умеет значит было решено выйти вот таким забавным порядком ходов в каталон в основном богдан играет старушку грифель то есть при подготовке пришлось перелопатить очень много всего и каталон я если честно сильно не ожидал поэтому после хода dc вспомнив что есть куча разных форсированных ничьих после ферзь c2 и даже после ферзь a4 я решил рискнуть и выйти и после конь е5 естественно и выйти конь е5 кстати интересный ход решил выйти в острую схему конь c3 в этой позиции у черных два основных продолжения конь c6 ну типа контратака пешки d4 и ферзь d6 вот на тему ферзь d6 здесь очень интересная идея хода в том чтобы на конь е5 сыграть ферзь a6 защитив пешку c4 и потом ходом ладья d8 создать угрозу пешки a4 пешки d4 белые должны играть a4 чтобы на ладья d8 иметь возможность где-то конь b5 прыгнуть и здесь теория только начинается была шикарнейшая партия по моему накамуры с ликван клеммом не помню кто какими по моему в классику даже посмотрите это достаточно интересно богдан ошибся ход a6 хороший как на ферзь c2 так и на ферзь a4 после конь c3 ведет к тому что черные попадают в партер пешку c4 не защитить b5 им черным сыграть не дают ну и после конь бьется 4 слон b7 е4 белые захватили центр и получили просто позицию мечты для каталона тут богдан начал проявлять чудеса и своротливость он пошел ферзь d7 я долго считал ход a5 и ход d5 и не мог выбрать сыграл кстати по второй линии как-то незабавно первая линия d5 где на еды конь бьет d5 изначально я так и хотел пойти но мне здесь что-то померещилось дело в том что черные не могут бить на d5 из-за еды конь b4 a5 и ферзь d7 остается незащищенным после слон бьет d5 a b ладья b7 конь a5 черным становится плохо пешка b6 неизбежно окажется на b7 и черные потеряют материал я не заметил по моему хода конь a5 то есть я вот досчитал до этого момента ладья b7 1 2 3 4 5 на 5 ходов сумел посчитать варианта хода кони код коня 5 уже вылетел из поля зрения но ход g4 тоже очень добротный я хочу сыграть же 5 прогнать коня у черных нет времени на ход ладья d8 то есть они не успевают напасть на d4 последовало 6 и снова мой выбор меня вполне радует я сыграл f4 и снова это ну тут разница между в 4 аж 4 не небольшая в 4 здесь он сыграл конь аж 7 мне кажется ход просто неудачный то есть на коня еще никто не напал чужим отступать естественно белая побега рванули вперед ед ед конь b4 конь е5 напали на ферзя ферзь ушел на е8 ну и конечно надо было здесь продолжить логичную игру то есть самое естественное здесь это опять я так не пошел ну на слон d6 просто а b cb ну и можно взять на b6 наверное можно ферзь d2 пойти а если слон c5 то мы просто бьем ферзь d2 у черных ужаснейшая пешечная структура ферзь идет на f2 с целью съесть пешку c5 и черным становится нехорошо то есть это совсем безнадежная позиция я же ляпнул ферзь b3 причем вот здесь я потратил в районе получаса искал вот этот форсированный выигрыш разбирал опять ферзь b3 скромная слон d4 неторопливая h3 6 линией по мнению компа плюс полторы пешки h3 до изучал ход слоны в 2 в общем забил себе башку вместо того чтобы просто посчитать прямую линию а5 и у черных проблемы с пешкой b6 скажем на ферзь d8 abcb ферзь d2 и пешка d опаснейшая проходная которая кстати может как на d6 переместиться так и на c6 в каких-то вариантах в общем опять вы видимо выигрывала ферзь b3 ход говорит не выпускает перевес но после кони в 6 я ляпнул ладья d1 движок говорит что надо либо ходить a5 снова ну это логично кстати либо укреплять линию е ферзь на e8 настаивает на том что ладья a e1 ход более здравый чем ладья d1 цель в том что на слон d6 мы можем можем просто пойти слон d4 вот это противостояние оказывается крайне неприятным для черных ферзя придется убирать ну и белые проведут g5 если надо то и g6 и вот эта позиция движок говорит что после аж в же конь h7 ферзь d1 на пешку g5 белому же наплевать черная ладья a7 не успеет подключиться к защите скажем ферзь бежи 5 конь е4 все белые фигуры бегут в атаку ну и там пешка b6 еще слабенькая то есть условно ферзь h6 слон е3 ферзь h4 но вы понимаете что комп легко видит такие пляски фигур здесь и конь c6 выигрывает и владея f4 с дальнейшим конь бьет f7 вот конь c6 наверное самая жесткая и за счет пешки c6 белые должны без особых проблем победить вот я поставил ладью на d1 оценка выиграна слон d6 только здесь не надо было ходить h3 нормальный человеческий ход слон d4 то есть роман юрьевич поплыл немножко слон d4 не опасаясь c5 мы просто едим на c6 и черные теряют пешку b6 ну и также хочется пойти ладья е1 надо считаться черным с продвижением а5 вот но я сыграл h3 укрепился как мне казалось и после а5 партию надо выигрывать заново тут я поплыл откровенно поплыл нормальный ход слон d4 все защищено хотим пойти либо конь c4 либо ладья f1 в зависимости от того как сыграют черные ну как бы оба этих хода хотим сделать до в той или иной последовательности но я сыграл конь b5 и после ладья а8 перевес практически улетучился нет еще можно было пойти слоны в два ну я пошли я сыграл ладья е1 слон бьет е5 здесь движок говорит что уже перевеса нет что вот эта позиция она ровна ну микро плюсик у белых вот с конь бьет c7 мне удалось поднять но после ферзь бьет е5 ну вот здесь вот материальное равенство и у белых ослаблен король если богдан поднял ход конь е6 по мнению движка мне бы не поздоровилась а вы представляете каково мне было сидеть и играть вот это только чтобы противнику некуда было ходить и тут вдруг бац над над моим королем начинают сгущаться тучи на пешке b6 a5 при случае черные могут наплевать ферзь бьет е5 проигрывает но тоже по компьютерному то есть идет какая-то геометрия слон бьет b6 ферзь g5 нельзя бить на c7 слон бьет c7 не проходит из-за ферзь c5 шах и отыграли на c7 ход h4 к моему стыду мне не пришел в голову h4 и на ферзь f4 ладья е4 все партия закончилась логично и быстро я пошел слон е3 ферзь f6 на ферзь g6 я собирался слона 7 сгонять ладью с линии b здесь почему-то слона 7 не сыграл то есть слона 7 с дальнейшим слон c5 это два самых логичных хода я почему-то погнался за ферзем и увел слона снова перевес выпущен но тут я нахожу идею значит слон f1 и ладья е5 после ферзь c7 вместо намеченного хода ферзь c3 ну правда в других вариантах там раньше с достаточно легкой победы после размены ферзей слоны разрывают конечно на открытой доске фигуры противника я сыграл ладья b5 перевес сохранился но уже очень маленький конь g5 точнее было ладья fd8 тут я не смог поднять ход ферзь g3 ферзь g3 там у него ладья на b8 подвисает и ферзи меняются с разменом ферзей позиция белок становится выигранной хотя комп оценивает всего лишь в полторы пешки перевес белых слон g2 и после ладья d8 у нас на доске снова равенство тут я нахожу какие-то шансы ну единственное что здесь уже цвет нот обоюдный у моего противники времени даже чуть поменьше чем у меня и он начинает играть очень активно и в этой позиции допускает ошибку ферзь d7 после ферзь b8 позиция белых хуже грозит конь d3 но движок говорит что ладья b5 ферзь d6 ферзь е3 ферзь d1 король h2 конь d3 слон g3 ферзь бьет а4 оставляет позицию белок после ферзь b6 еще защитимой то есть через слонов с пешками лошадкам пока не так просто прорваться вот то есть повезло да после ферзь d7 я съел на а5 конь d3 ферзь d2 я поставил ловушку и мне казалось что вот я в нее поймал ладья d5 а и здесь он выигрывал оказалось что я не не ловушку поставила зевнул просто ладью он мог взять ферзь бьет d5 и на слон бьет d5 пойти кони в 3 шах вот так вот могла закончиться эта партия но видите усталость все-таки старею шестой тур то есть не выдержал уже в пятом и в шестом пропустил но богдан меня пожалел у него было меньше минуты он взял на h3 король f1 взял на g4 у меня образовалось лишнее качество я дал коварный шах и здесь он мог пойти f5 мне бы все равно пришлось бить на h3 то есть я так в принципе и хотел и дальше играть ладья d4 пришлось бы а здесь все-таки у него вот если черный кольц умеет войти в игру то белым может оказаться не сладко но здесь вроде коль входит но белый король успевает спрятаться на другом фланге правда пешки вести очень сложно и той и другой стороне но убил все-таки ладья ладья на с фланга на фланг она летает на много быстрее чем конь тут мне повезло богдан закрылся же 6 и после ферзь d4 ну я взял на h3 сначала движок горит что надо было сразу ходить ферзь d4 это я не сообразил уже до ферзь d4 конечно выигрывала быстрее еще прикуп приводит такой прикольный вариант ферзь c3 грозит мат в один код ферзь f4 и теперь слон f3 черные вынуждены брать вроде смотрите у них две фигуры за ладью ну вот пешку никто не может задержать забавно мимо такого симпатичного выигрыша прошел но я взял на h3 и сыграл ферзь d4 к счастью этого хватило задача белых лишь отступать королем так чтобы не вошел в игру конь ну и g5 да и самое простое мне кажется я избрал ладья d6 ферзь e7 отнял пешку h6 и вернулся обратно на король h7 будет ладья d8 с угрозой мата на h8 ну вечного шаха здесь быть не может король легко прячется на a2 и черные разменяли ферзей ну к счастью ну вот здесь партия закончилась путем кони е4 шах и пешка проходит ну к счастью для белых g4 тоже не спасает я по моему собирался делать какой-то издевательский ход типа ладья d3 и мой король в квадрате а его королю бежать и бежать вот движок конечно говорит что проще всего выигрывает а6 g3 а7 а ну а 8 фершах тоже достойно ну в цепоте я даже представляете я даже не видел что у меня пешка проходит не просто первое а первое с шахом да это какой-то маразм вот так вот действует усталость иду сейчас на числом втором месте но надеюсь что сегодня и выспаться удастся и подготовиться удастся всем спасибо спасибо за поддержку очень приятно очень приятно было почитать комментарии до свидания спасибо 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 спасибо